Субтитры сделал DimaTorzok Я сижу сейчас на работе, как видите, я в офисе. Это мой обогреватель, потому что идет дождь и даже летом мне постоянно холодно, я постоянно мерзну. У меня есть такие снеги. У меня сейчас появилось пару минут свободного времени, я решила привезти их на сайте Алиэкспресс. У меня там висит, наверное, заказов 15, которые я должна вот-вот получить, и уже прошло около двух месяцев, заказы вообще не приходят. Я их заказывала еще, по-моему, где-то около февраль, по-моему, в феврале еще, и до сих пор ничего не приехало. У нас очень странно работает Укрпочта, они или доставляют это очень быстро, в течение где-то двух недель, или вообще можно ждать полгода, и в итоге вообще ничего не приходит, и вам возвращают деньги, это в лучшем случае. Я давно вот хочу насобирать товары, чтобы снять вам покупки с Алиэкспресс. У меня где-то уже есть около, наверное, четырех посылок, которые уже пришли. Я хотела бы с вами поделиться ими. Но для того, чтобы видео было более интересным, я все-таки жду, когда еще придут мне хотя бы две-три посылки, и я буду уже быстренько снимать эти покупки. Потому что я люблю такие видео, вы любите такие видео, и боже мой, вот это вот Укрпочта, этот сервис, меня просто жестко убивает. Причем, я вчера уже психанула, и давай пробовать по интернету номера телефонов Укрпочты, чтобы их задал, говорит, давайте на мою фамилию, что там уже пришло. Что вы думаете? Я звонила раз в пять, вообще никто трубку не взял. Вообще, как бы, я не знаю, на две почты я звонила. Сначала на один адрес, когда я отправляла, жила на другом адресе, теперь я аж переехала, я живу на еще на другом адресе. Еще офисный адрес, короче, наяриваю, наяриваю. Я не знаю, как будут доходить мои посылки, и вообще, блин, что происходит вообще с Укрпочтой. Ну, это как-то ужасно. У меня очень жесткие синяки, потому что сегодня пятница, я очень устаю к концу недели, и единственный отдых для меня это сон выходного дня. Когда я сплю, сколько я хочу. А это где-то часов в 12-13, может быть. Да, и я вот с нетерпением жду завтра субботу. У меня завтра суббота выходная, потому что в предыдущих две субботы я работала, и, наконец-то, я буду спать. Я очень этого хочу. И хотела вам показать, сколько товара у меня заказано. В общем, вот, это все еще не пришло. Вот, всякие заколки. Потом на второй странице. Вот это не пришло. Вот это вот все еще не поприходило. Вообще капец, блин. Ну, и даже здесь еще на третьей странице. Там есть пара товаров, которые уже висят. Вот это не пришло, это не пришло. Вот это я очень жду. Это подставка для телефона, чтобы можно было прикреплять ее, знаете, как трипод или как-то мосминожка он называется. Вот это не пришло. Ну, вообще, я не знаю, что мне делать. И еще, у меня опять какая-то беда с лицом. Блин, еще опять, только жмориазными руками. Ладно. Неудивительно, что у меня вечно проблемы с лицом. В общем, меня опять все обсыпает. Я сейчас просто стоналкая, но кажется, что вроде бы как бы ничего. Я серьезно, я уже устала. Я не знаю, что делать с этой кожей. Я ходила к дерматологу. Они не в курсе вообще, что происходит. Говорят, что там внутри, может, с кишечником. Ну, в общем, надо чистить организм, все такое. Меня посадили на диету. И я вот уже около двух недель ничего не ем жареного вообще. То есть все вареное, яйца вареные. Я особых улучшений не заметила. Это было как-то мгновенно. Чуть-чуть стала лучше кожа. Ну, буквально на дня четыре. И вот буквально вчера, вчера, да, меня очень сильно обсыпало. У меня есть предположение, это или от сладкого, но у меня аллергии нет. Меня уже проверяли. Или, может быть, от овощей. Я купила тепличные овощи, помидоры там. Может, как-то на них реакция. Я, честно, не знаю. Я как-то так снимаю, пускаю, потому что мне периодически звонят. И кто-то приходит, но это очень странно выглядит. В общем, я говорила о коже. Я уже перепробовала разную уходовую косметику. Пересмотрела весь уход, всю процедуру очищения. И вообще, как бы, ничего не помогало. С едой я немножко разобралась. Мне начало улучшаться выделение кожного сала. И кожа стала не очень сухая. Потому что у меня главная проблема, это слишком пересушенная кожа. Ну, прям очень сильно. Сейчас как-то более-менее справилась с увлажнением. Вчера опять очень жестко обсыпала. Я сейчас боюсь менять опять уход какой-то, возвращаться к чему-то или начинать что-то новое. Потому что не факт, что я не усугублю всю ситуацию, не будет еще хуже. Сейчас. Я купила сразу вчера. Позавчера. Я все время путаю в днях. Поэтому не удивляйтесь, у меня вечно потеряшки. Я купила Тарсонваль Корона. Это такой интересный аппарат, который применяют в косметологии. Он бюджетный. Сейчас я им пользуюсь уже два дня. Пока результатов особо не видно. В общем, я вам расскажу все нюансы. Я хочу сделать отдельное видео, потому что сам аппарат очень интересный и очень странно работает. Короче говоря, давайте не будем о грустном. Ну, вот так вот, в таком свете, кажется, что мне идеально лицо. И вообще, что я жалую, я сейчас сижу, какой-то бред несу. На самом деле, тональная основа, это просто... Я сейчас использую, вернулась к люмене своей. Что она делается с моей кожей? Это просто жесть. Посмотрите, это тупо фотошоп. Сначала что-то она мне вообще не понравилась, то ли я не распробовала. Вот сейчас я очень ей довольна, пользуюсь. И вот она меня делает практически человеком со здоровой кожей. Вот как-то так. Сегодня суббота, я как всегда возле плиты. Готовлю я каждые выходные суп, всегда каждую субботу. Сейчас я варю курицу. Видите-ка, она жирная, это одного куска, столько навара. Я купила какую-то новую, это, кстати, по-моему, голень, или как эта часть называется, над окорочком. Мне она больше всего нравится для супов. Там есть и косточка, и, в принципе, довольно много мяса и жира. Маленький секрет, чтобы бульон был прозрачный, не такой, как сейчас у меня, надо делать его с грудинки и заливать его, то есть вы ставите кастрюлю с водой, делаете кипяток, и потом только засыпаете курицу. Всегда там, где есть косточка, вот в мясе, она, конечно, бульон будет вкуснее, насыщеннее, намного жирнее, но бульон не будет таким прозрачным, вот как этот, видите, здесь очень много жира, вот он желтый плавает от курицы, но бульон не прозрачный. И буду бросать картошку, потому что я люблю, когда курица прям такая переваренная, когда можно вот так вот кости просто с нее доставать и не чистить особо. Сегодня у меня в планах еще убрать здесь подоконник вымыть. И это, конечно, ужасно выглядит, но пересадить надо будет вот это вот колонхое, новый горшок, потому что она уже отцвелась, и ей нужно уже пространство, потому что, что я сегодня видела, смотрите, фокус покажи нам. Видите, вот эта ветка, и от ветки корешки растут, в общем, у нее мало места. Я сюда, кстати, застилаю салфетку, потому что в вазонах, которые покупные, у них очень странная земля, она как губка. Она очень быстро впитывает воду, пропускает через себя, вытекает, и в итоге через день уже засыхает обратно комок с землей, поэтому надо поливать или часто, или менять землю. Моя елка, любимая моя елка, уже более-менее хорошо выглядит, она растет. Вот, да, сейчас временно остановилась в росте, ну, я ее еще сабильно поливаю, вот у нее новенькие выросли такие веточки. Из новеньких у меня роза появилась, вот, тоже покупная, я ее буду чуть позже пересаживать, потому что, ну, вот она разрослась какая большая, потому что здесь у меня есть бутончик. Вы наверняка ее видели в видео про макияж, весенний макияж, там она есть у меня в заставках. На улице сегодня тепло, у нас 17 градусов. Собственно, вот то, что у меня получилось. Желтенький красивый суп. Еще я взяла хлеб украинский, обязательно к супу я обожаю. И второй с семечками такой вот. Еще нарезала немножко зелени, потому что весна, уже хочется ужасной зеленки. Серега не любит, я сейчас буду себя сыпать в суп. Как видите, бульон еще, конечно, непрозрачный и несовершенный, скажем так. Но на вкус это, кстати, неплохо. И сейчас я себе брошу сразу зелень. Так. Ну, вот такой вот готовый продукт получился. Пробежала 7 километров. Чувствую себя отлично, но ужасная задышка. Скажу вам точно, что бегать в зале и на улице это две разные вещи. Как минимум здесь есть ветер и солнце, которое жестко слепит и очень жарко. Сейчас чувствую себя отлично, думала, что я не добегу. Ну, я вроде бы как справилась на улице. В общем, супер классно. Я вспоминаю свои какие-то школьные времена, когда мы идете в такую погоду на выходных. Всегда собирались с друзьями после школы. Вот. Блин, так было классно, беззаботно. Никто ни о чем не думал. Не то, что сейчас. Эх, времена, нравы, называется. Ух, на улице красота у нас у соседей зацвели тюльпами. Пока вы сейчас там котейка виситит, красненький. Боюсь его спугнуть, что ближе подойдет. Это, походу, кошка трехцветная. У нас здесь котов очень много живет во дворе. Эх, эх, не в туалет, нет? Кисульчик-то в туалет сел, малыш. Ну, ничего, ничего, никто не видит. Спокойненько, сиди себе. Как если я хочу, катали какое-то животное. Очень хочу. Но пока нет возможности, потому что квартира съемная. И думаю, хозяйка не особо обрадуется. Извините, что я так дышу в микрофон, потому что у меня до сих пор задышка. Я пробежала 30 кругов. Смотреть на тюльпаны. Оказывается, они уже все расцвели. Посмотрите, какая красота. Капец просто. Ничего не ботанический сад. Целое поле красных тюльпанов. Класс. Гляньте. Шесть, какая красота. Доброе утро. И сегодня утро воскресенья. Очень солнечный, теплый день. С Сверху уже пошел на футбол играть. Я только проснулась. И делаю спик-кофе. Даже не знаю, что я буду сегодня делать. Я скорее пойду в тренажерный зал. Может, что-то сниму. Для канала что-то полезное. Потому что сейчас свет отличный. А у меня в основном в видео проблема со светом всегда. И так слипит, что я даже себя не вижу. Кстати, чашка из Буковели. Мы привезли ее как трофей. Так, сливки. Я обязательно пью кофе со сливками. Потому что от чистого кофе мне все время плохо. Сейчас беру с собой чашку и иду сидеть за компьютером. Обычно утром, в выходные я сижу за компьютером и отвечаю на ваши комментарии. Вот этим же тоже я буду заниматься. Недавно вышло мое видео об аренде шелья. В тот день, как только я загрузила видео, к концу дня мне пришел уже комментарий из агентства по недвижимости. Там, конечно же, было слегка критики. Но, в общем, меня поквалили за полезную информацию. Я с ними сейчас активно переписываюсь под видео. Если хотите, можете почитать. Я ссылку обязательно оставлю внизу. И они там что-то хотели добавить. Потому что якобы я отпугиваю какими-то там своими фактами потенциальных арендаторов. Хотя, как бы, ничего там такого прям сверхъестественного я в видео не говорила. Только, судя по моему опыту. Как всегда, в своих видео я говорю только то, что касалось непосредственно меня. Потому что я вот недавно нашла записи, которые я делала, готовясь к аренде жилья. И решила вам рассказать. Потому что лично для меня это такого рода видео было бы тогда очень-очень полезно. Потому что я перечитала на тот момент кучу разных статей об аренде жилья, о мошенничестве и так далее. И вот, вылилось это все в одно такое вот видео. Я уже накрасилась и сейчас иду к родителям. На улице очень жарко. Не знаю, градусов 20, наверное. Мы была самая малонаселенная дорога. И все равно тут куча народа гуляет, потому что жарко. Вот, я уже наконец-то накрасилась. В этом блоге я хоть один раз буду выглядеть более-менее нормально. И я иду заниматься в зал и потом уже к родителям в гости. Под грохолем у нас церковь. Католическая походу. Вообще здание очень красивое. Мне нравится внешне. На двиговых дорожках два человека. Размерки ни одного человека. Фух, наконец-то я дома. Сказать, что я устала, это ничего не сказать. Я только что тащила одну большую сумку. Сейчас вам покажу ее. Пакет. И вот практически на одной повороточке это все держалось. Я в любой момент думала, что сейчас что-то оторвется. Вот смотрите, как я донесла его. Еще тащила рюкзак набит одеждой. И вот что я купила. Сейчас вам покажу. Печение купила. Вот это мне нравится. Это эсмеральда. Сейчас. Рошен эсмеральда с орехами. Арахисом. Прикольное бисквитное печенье. Мне очень нравится. Прикольненькое такое. Очень нежное. Вот два горшка, чтобы пересадить еще две розы. А, еще вот кастрюлю я купила. На распродаже была. Я давно себе хотела чуть побольше, чем у меня есть. Потому что нам лично не хватает объема немножко. Потому что нашего супа хватает буквально на 4 тарелки. Нужно, чтобы хотя бы на день-два осталось нам еще запасов. Это 3,8 литра. У нас, по-моему, было 2 или 2,4. Что-то такое. Единственное, нельзя будет использовать в микроволновке. И запекать мне ничего нельзя. В духовке нельзя использовать. Вот стеклянная прозрачная крышка. Я обожаю такие крышки. Вообще, я люблю кастрюли вот такие вот металлические. Я не люблю эмалированные. Мне какие-то напоминают бабушкины кастрюльки. Единственное, что у нее вот смята крышка. И за счет этого она дешевле, чем обычно была. И взяла землю для цветущих растений. 6 литров. С запасом так будет. В рюкзаке тут у меня пакет. Я взяла для того, чтобы удобно было сохранять в холодильнике продукты. Чтобы мне они не заветривались там. И еще яблоки взяла. Еще там кое-что. Но пока не буду показывать. Потому что это будет в отдельном видео о покупках. Собираю я понемножку кое-что. Не буду говорить, что. Но потом увидите в видео обязательно. Ну что. Вот такой вот безумный день у меня получился. Как всегда, какие-то безумные у меня выходные. Нет такого, чтобы я вот села. Сделала себе какой-то там чаек вкусненький. Сделала себе маску, расслабилась. Нет. У меня вечно все в бегах. Я как не в зале. Так покупаю там что-то. Бегаю срочно. Пересаживаю растения. Что там. Ну в общем я не могу сидеть на одном месте. Сегодня я сняла еще 3. 3 видео. Кажется 3 видео. Одно из них очень сложное. Долго снимала. Долго-долго. Я представляю, сколько я буду монтировать это все. Ну оно очень такое. Своеобразное для моего канала. Надеюсь вам понравится оно. Пока не раскрываем, конечно же, секретики. Пускай это будет интрига. Тихо. У меня часы начали идти. Или нет? Ха-ха-ха. Они тикают, но не идут. Это вот эти вот китайские часы. Помните, я показывала в покупках. Я их забрала от родителей. Буду их носить. Ну кажется, у них села батарейка. Но вот сейчас я вот так вот держала так что руку. И слышала, что они тикают. Потому что они как-то там... Теперь опять стоят. Не знаю, что с ними такое. В общем, такие вот дела. Сейчас я мечтаю пойти в душ. Разложить сейчас вот эти вот все покупки. Помыть кастрюлю. И буду ложиться наконец-то спать. Потому что завтра понедельник. И опять вот эта вот вереница рабочей недели. Опять. Спасибо, что были сегодня со мной. Если вам нравятся влоги, дайте мне знать в комментариях. Или просто поставьте лайк внизу под видео. Я буду об этом знать. Буду снимать их чаще. Буду снимать их лучше. Я вас всех целую. И пока.